Доброе утро, дорогие друзья! Это студия Хорошего настроения. Мы продолжаем на календаре 14 апреля, четверг. И надо сказать, что наш телеканал, это весной без лишней скромности, можно назвать самым-самым музыкальным телевизионным пространством Беларуси, потому что совсем скоро, а именно 18 апреля стартует новый проект. Премьера состоится проекта «Две звезды на СТВ». Буквально на днях завершились съемки данного проекта и остались позади репетиции, муки творчества и сложная работа над сценическим образом, а также репертуаром, естественно. Ну, разумеется, все секреты мы сейчас выдавать не будем, но со звездными дуэтами мы с вами будем встречаться и знакомиться. Итак, друзья, с удовольствием прямо сейчас приступим к данной церемонии представления. Глядя на первого нашего гостя, хочется вскрикнуть сразу же «What is your name?» Именно так кричали судьи на British Got Talent, и случилось это совсем недавно, и все в восторге, потому что эфир уже вышли. Мы тебя, Виталик, поздравляем, конечно же, и рады, что ты так активно засветился. Баянист-виртуоз Виталий Воронко. Виталий Воронко. Также Антон Мартыненко заслуживает наших отдельных аплодисментов, потому что умудрился не только сняться в замечательном шоу и замечательно выступить в паре с Виталиком, но и папой стать. Но это уже без пари с Виталиком. Я в паре с Виталиком, это мы по отдельности. И человек, который особо в представлении не нуждается, человек, которому мы всегда несказанно рады, который, как солнце, появляется в студии «Хорошее настроение», Александр Солодуха! Мы его практически с беговой дорожки сняли к нам в студии, потому что другого времени у Александра просто не найти, и мы очень рады. В сегодняшний раз в Минке я забежал к вам сюда. Очень рады, Саша. Ребята, это не все. Что такое? В шоу «Две звезды» есть еще две звезды, о которых вы позабыли. Александр Межен и Ольга Бурлакова также являются участниками нового шоу, но уже... Да, в разных парах, конечно же, да. Алексей Хлистов и Скайболян также были нашими партнерами. Абсолютно верно. Ой, я боюсь, что такой высокой концентрации звезд на небосклоне белорусского шоу-бизнеса, мне кажется, многие не выдержат, многие будут завидовать, но правильно, завидовать есть чему. Действительно, проект получился такой хороший, эмоциональный, но прежде всего хочется задать вопрос самым занятым нашим творцам. Вот как нашли время в таком плотном графике, и для чего, Саша, вам лично было участие в этом проекте? Ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо телеканалу СТВ за приглашение принять участие в этом грандиозном, шикарном шоу. Отдельное спасибо Егору Хрусталеву, он мне первым позвонил и предложил принять участие. Интересная, конечно, была атмосфера, шикарная аура, классный оркестр, живые музыканты, отличные ребята, девчонки. Мне, если честно говоря, все очень понравилось, и нашел все-таки те мгновения в своей большой творческой жизни для того, чтобы поучаствовать. А мне Егор Хрусталев позвонил вторым, я, говорит, только что с Солодухой пообщался, Солодуха поставил жесткий ультиматум. Значит, либо Мартыненко участвует, и тогда я тоже буду, но не вместе с ним, а просто посмеяться. Ну, поэтому мое решение, да. Да ладно, говори как есть, поржай. Поржай, да. А вот, собственно, над кем и над чаем. А я, в принципе, согласился, потому что сказали, что будут девчонки. Теперь серьезный вопрос. Репертуар вас устроили? Все песни, которые вам выпали, вот я знаю, что и над Малиновкой пришлось поиздеваться. Ну, во-первых, мы, насколько я понял, единственная пара, которая пела не свою песню. То есть, в данном случае, вот, белорусский суперхит, Александр пел Чужую Милую, Хлистов пел свою песню, а мы Чужую Милую пели. И Нина Король пела свою песню, яско не ушли. Надо сказать, что мы вначале обрадовались, потому что, может, позабыли, что Малиновка – это наша песня. Нет, нам напомнили, что, извините, это Тиханович Поплавская, песня не ваша. А мы с Виталиком говорим, ну, ладно, хорошо, но нас это удивило. Частушки пели. Да, но частушки тоже не наши. Это тоже не наши? Тоже не наши. А это правда, что ты сидел и долгими ночами вязал гнездо? Вил, вилл. Вилл, вилл, практически, гнездо. Это мы так заинтриговываем зрителя, все не рассказывая. Огромное гнездо было во время исполнения этой песни. И я действительно поначалу, как и Виталик, пытался, вот, по примеру, птиц сам его вить. Потом я подумал, зачем? Есть профессионалы, птицы уже свили, все, что можно. Ладно, дорогие мужчины, вот все так сладко, шоколадно, все так красиво, приятно, позитивно. Ну, давайте ложечку удегться уже. Все-таки были и трудности какие-то, вероятно. Были какие-то казусы во время съемок. Ну, вот, да, конечно. Давайте вспомним. Когда мы приходили на репетицию в подвал, где репетитор репетирует оркестр, там нужно было снимать обувь. Да, это было хорошо. Вот это было, наверное, пожалуй, самым таким маленьким отрицательным моментом. Сразу начинаешь вспоминать, а зашито ли на сфере у тебя, да? Смотрите, смотрите, вот этот вот момент, когда я опускаю лицо в торт, на самом деле... А Виталик тебя так баян, он закрывает? Нет, 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 там был крупный план, все нормально. Дело в том, что я пока понял, что нужно для этого снимать очки. Я, по-моему, использовал где-то пять пар, да, очков. А я ему говорю, ну, прямо на сцене, что давай уже, настал момент, когда нужно. А он еще пока держит паузу, держит паузу, я думаю, ну, уже, наверное, не будет. Ну, главное, в свечку было не попасть, не будет. Главное мне было успеть еще и зацепить, там, попробовать шашизоторт. Потому что я, скажу откровенно, абы какой торт, я бы не придумал. Лицо не ронял. Конечно. Саша, а вот скажи мне, пожалуйста, твоя шикарная песня «Виноград» была всячески... Ну, над ней поиздевались во время твоего номера. Ты давил тот самый «Виноград», не было жалко. Ой, это был не «Виноград», это была песня Адриана Челентана. Я знаю, но на своей-то песне ему пришлось давить «Виноград». Как я не издевался, нет, я радостно его давил, да, как герой фильма «Укращение стропти». Очень, кстати, похожий герой «Укращение стропти». Прямо вот один в один, по-моему, да. И сбежала в Малибур С одним торговцем поутру Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна Мон Амур Вот, хочу сказать отдельно про партнершу, да, про вашу коллегу, да, ведущую телеканала СТВ Юлию Шпилевскую. Очень талантливый человек, одаренный, актриса, поющая, танцующая, харизматичная. Хорошо проходили репетиции, ну, и она блестяще себя показала. Я бы хочу сказать, что утро рулит! Гармоничная пара очень у вас будет. Очень хорошо показал себя оркестр. Ну, то есть было приятно выступать именно под живое исполнение. Я не знаю, можно ли об этом говорить. Наверное, Виталику будет обидно. А после этих слов вообще его могут из британского шоу выкинуть. Но я скажу. Виталик несколько раз, мы же с одного дубля все записывали, это было главное условие. Виталик несколько раз взял, даже я, человек без слуха, услышал, ну, не те ноты, ну, прям вот мимо. И я видел, как кто-то из оркестра просто вот так вот повернулся, там точно воронкос? Что-то вообще такое. Ну, то есть был, конечно, дополнительный... Потому что нервы? Нервы? Нет, просто играет плохо человек. Ну, не умеет играть человек. Кстати, Александр очень круто сказал про партнершу, я бы тоже хотел сказать про партнершу. Но мне партнерши не досталось. Хотя это удивительно, у нас было две таких пары, вот мы с Виталиком, два мальчика, и была Катя Забенько и Венера. Две девочки, и казалось бы, ну смешайте нас, ну дайте мне Венеру. Но разве пошла бы в Венере борода? Хороший вопрос. Я боюсь, Венера ни разу не задумывалась об этом, и зря. Борода еще никого не портила. То есть вы партнера вспомнили хорошими словами, а давайте вспомним, вот тут вопрос, какими словами членов жюри. Как вам содействовать? Это самый-самый-самый сложный момент, потому что, вот Александр не даст соврать, далеко не со всеми оценками мы были согласны. Мы вообще с Виталиком сразу заняли такую позицию, что нам надо конкретное место, последнее. Это наше место. Если мы предпоследнее. И мы никого туда не пускали. Я вот видел, когда Александр получил пятерку, это был, конечно, кошмар, как он повторяет про себя, ну человек искусства, повторяет про себя бессмертные строчки из Александра Сергеевича Грибоедова, «Горе от ума». А судьи кто? Он это говорил с такой эмоцией. Мне кажется, Высоцкий бы так не сыграл, понимаете, как сладуха после низкого балла. А судьи? Друзья, мне кажется, мы уже много рассказали, я остается такое напомнить, что первый эфир проекта «Две звезды» на СТВ стартует 18 апреля. Друзья, 18 апреля, вы прям себе пометьте красным маркером в календаре этот день. Александр все знает. Я уже просмотрел программу телепередач. Оригинальные концерты, концертные номера, яркие, потрясающие, настоящие живые эмоции, живой звук и самые необычные, харизматичные дуэты. В общем, друзья, остается еще раз рекомендовать всем без исключения 18 апреля оказаться возле телевизора в 2015, как говорил Александр. А я еще раз напомню, Виталий Воронко, человек-баян, человек-вот-из-я-нейм, Антон Мартыненко, папа, папа Антона Мартыненко, отец. И Александр Солодуха сегодня у нас в гостях. Трижды отец. Трижды отец. Класс. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, позитива, вы прекрасны, мы вас очень любим. И спасибо вам большое, что хотя бы вы не заставляете Виталика Воронко играть, спасибо. Ой, спасибо, Антон, что напомнил. Виталик, играй. Окей. Здравствуй, чужая милая, та, что не со мной. Я где-то слышу эту песню. Вы продолжайте. Здравствуй, чужая милая, та, что была моей. Эй! Как же мне не любить тебя до самых последних дней. Жалко, что не смогли мы, не сберегли с тобой минор. Припев, припев идет. И... Прошлое не воротится, не поможет слеза. Поцеловать мне хочется, дочки твои глаза. Как назвали? Люба! Люба! Паша! Паша Мартыненко! Друзья, мы примерно знаем, что будет исполнять Виталий Воронко в финале British Got Talent. Я так полагаю, что без этой песни не пройдет финал. Пять солодуха, ребята! Вас вы другие песни-то вообще знаете? Вот так жалеешь в такие минуты, что эфир нашей программы не резиновый, а хотелось бы. Мы, друзья, вас сейчас провожаем, а вы, пожалуйста, смотрите новости 24 часа и ни в коем случае не переключайтесь.